МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если говорить о профотраслях, которые наиболее пострадали за коронакризис, то это в первую очередь, конечно, искусство развлечения масс-медиа, туризм, вся хорика, страхование, консультирование и даже высший менеджмент. Сейчас на данный момент на сайте чеч.ру в Приморском крае размещено более 6 тысяч вакансий. 3 тысячи вакансий в городе Владивосток. Наиболее популярными профобластями из текущих вакансий являются продажи, медицина, фармацевтика. Много вакансий и в производстве, строительстве и рабочем персонале. Что касается соискателей, здесь специалисты также регистрируют спад. Текущий коронакризис отличается от кризисов 2009-2015 года именно тем, что соискательская активность сейчас невысока. В прошлые годы очень много людей высвобождалось, много специалистов, и люди массово искали работу. Сейчас же не совсем так. И работодатели, и соискатели сейчас заняли выдержанную такую выжидательную позицию и ждут, собственно, того, что будет происходить дальше. К сожалению, мошенники также могут активизироваться и воспользоваться ситуацией. Схем мошенничества много, но, пожалуй, самые распространенные варианты – это не оплата оказанных услуг. Например, сомнительная компания просит дизайнера, копирайтера, фотографа, наборщика текстов выполнить объемное и сложное тестовое задание, а когда результат получен – пропадает. Или же, когда человек выходит на работу без официального оформления трудоустройства, и через месяц выясняется, что платить за сделанную работу ему никто ничего не собирается. В первую очередь нужно обращать внимание на источник вакансии. Нужно обращать внимание, откуда к вам попала эта вакансия, где вы ее нашли. Если это рекрутинговые порталы или сайты компаний, то это наиболее безопасная история, потому что там вакансии все-таки проверяются. Важно обращать внимание и на саму вакансию. Например, бывают вакансии с руководящей позицией, при этом не требуется никакого опыта или с минимальным перечнем обязанностей, но с высокой зарплатой. Это не обязательно мошенники, но на деле реальная оплата может быть значительно ниже. Специалисты советуют и обращать внимание на то, как работодатель ведет себя на собеседовании. Не должен работодатель на этапе собеседования требовать от соискателя какие-то финансовые вложения, будь то оплата за собеседование, за обучение, за стажировку или не должен предлагать каких-то товаров или своих собственных услуг. Кроме этого, обращайте внимание на документы, которые подписываете. Любые документы, которые подписывает соискатель, он должен читать, внимательно смотреть. Выход на работу должен сопровождаться заключением соответствующего договора, даже если предусмотрен испытательный срок. Вообще, испытательный срок – это нормальная практика для большинства компаний. Но сам факт пробного периода и условия его прохождения, в том числе и оплата, должны быть зафиксированы в трудовом договоре. При этом размер оклада на испытательном сроке и после его прохождения не должен различаться. Испытательный срок и уже штатная работа, они также регламентируются одними трудовыми взаимоотношениями. То есть первый рабочий день – это день испытательного срока. Поэтому всегда советуем соискателям обращать на это внимание и искать работу более аккуратно. Также не разглашайте ваши личные данные до официального трудоустройства. На собеседовании вас могут попросить заполнить дополнительную анкету с подробной информацией. От паспортных данных до уровня вашего дохода и дохода родственников. Будьте внимательны, эти данные могут использовать мошенники. И если компания вызывает хоть какие-то сомнения, откажитесь от заполнения анкеты. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Режим ограничений смягчили в находке. 6 июня разрешено постепенное снятие мер, введенных ранее в связи со сложной эпид-обстановкой по коронавирусу. Такое решение принято на заседании оперативного штаба. У жителей находки теперь также есть возможность совершать пешие прогулки, заниматься физкультурой и спортом на улице. Могут частично возобновить свою деятельность предприятия социально-бытового обслуживания. Магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. Парикмахерские салоны красоты. После принятия их административными комиссиями на готовность соблюдения санитарных норм. Прогулки и пешие экскурсии малыми группами разрешили в Приморье. Это можно делать при условии соблюдения необходимых мер безопасности. Разрешено проведение пешеходных экскурсий группами до пяти человек. Посещение зоопарков группами до пяти человек. Занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе группами до десяти человек. Отметим, после вынужденного простоя из-за эпидемии COVID-19 приморские зоопарки на открытом воздухе также могут вновь принять посетителей. Свои двери организации откроют только при строгом соблюдении всех мер безопасности, утвержденных Роспотребнадзором. 8 июня в России отмечается День социального работника. В Приморье вопросом социальной защиты населения отведено важное место. Так, в крае более 800 соцработников продолжают работу в сложных эпид-условиях. Во время борьбы с коронавирусом социальные работники, как и врачи, находятся в особой зоне риска. Кроме того, около тысячи сотрудников стационарных учреждений работают по две недели в особом режиме. Сейчас закрепить социальную функцию государства предлагается поправками в Конституцию России. Отметим, что меры социальной поддержки в Приморье касаются разных категорий граждан. Особое внимание уделяется в том числе семьям с детьми. За последнее время количество мер социальной защиты серьезно увеличилось. На сегодняшний день их около 30 в Приморье. Меры касаются поддержки семей с детьми, многодетных семей. Это и выплаты за первого ребенка. Причем в нашем крае молодые мамы могут получить общую сумму до 50 тысяч рублей единовременно. И материнский капитал. Это поддержка семей с низкими доходами, оказание помощи пожилым людям. Например, был принят закон о детях войны. Все меры комплексные в Приморье в соответствии с указами президента, они быстро реализуются, как выплата 10 тысяч рублей на детей. Это также поддержка бюджетников и людей, оставшихся без работы. Прокомментировала Наталья Лунь, заместитель министра труда и социальной политики Приморского края. 225 тысяч детей и подростков в Приморье получили по 10 тысяч рублей. Более 2 миллиардов рублей уже направил Пенсионный фонд России на выплаты приморским семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Выплату семьям предусмотрели по инициативе президента России Владимира Путина, чтобы поддержать граждан в условиях ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Средства предоставляют на каждого ребенка, независимо от наличия права на материнский капитал. Заявления принимаются до 1 октября. Еще одна выплата, ежемесячная на детей в возрасте от 3 до 7 лет, проводится в эти дни специалистами соцзащиты населения. Участки для голосования по поправкам в Конституцию России организуют на военных кораблях в Приморье. Их будет 10. Это делается для кораблей Тихоокеанского флота, которые будут находиться в плавании 1 июля. Отметим, в Приморье голосование по поправкам в Конституцию продлится в течение 7 дней. Жители края могут поделиться своим мнением о предлагаемых изменениях в основной день 1 июля, а также досрочно с 25 по 30 июня. Для этого в городах и районах оборудуют специальные открытые площадки. Голосование проведут при строгом соблюдении всех правил санитарной безопасности. Поднятием флага, автопробегом и концертами во дворах отметят День России в Приморье в пятницу 12 июня. Многие акции и события решено провести в онлайн-формате. Такой подход связан с текущей питобстановкой. Мероприятия 12 июня пройдут с участием малого количества людей и соблюдением всех ограничений и требований. Так, во Владивостоке 12 июня в 9 часов запланировано торжественное поднятие флага Российской Федерации. В полдень от подводной лодки С-56 стартует автопробег. В это же время всем желающим предлагают присоединиться к всероссийской акции «Гимн России», включив и исполнив гимн у открытого окна или на балконе своей квартиры. Пройдут концерты во дворах и другие события. Есть путешествовать жить. 10 июня в преддверии 6-го Восточного экономического форума состоится онлайн-сессия, посвященная развитию гастротуризма. В прямом эфире эксперты из Москвы и Владивостока, регионов России и международных организаций обсудят гастрономический туризм как драйвер развития российской экономики. Планируется, что главными спикерами сессии выступят руководитель Федерального агентства по туризму, губернатор Приморья, президент Федерации рестораторов и отельеров известные рестораторы. Участники сессии оценят феномен дальневосточной кухни и его влияние на привлекательность Приморья для туристов. В Приморье начали готовиться к строительству моста на остров Елены. Речь идет о мостовом переходе остров Русский, остров Елены, улица Казанская. Предполагаемая стоимость объекта составит почти 6 миллиардов рублей. Все работы по обоснованию инвестиций и аудиту должны быть завершены до конца 2021 года. Первый участок моста на остров Елены планируют построить к 2025 году. Напомним, на Восточном экономическом форуме в 2019 году было заявлено об окончательном решении о строительстве Владивостокской кольцевой автодороги. Программа сформирована по поручению президента. Восемь новых больших автобусов выйдут на маршруты во Владивостоке уже на этой неделе. Их выведут на линии коммерческие перевозчики. Пять машин будут ходить по маршруту номер 23 Семеновская площадь, автовокзал. Остальные три – на кольцевом маршруте номер 49. Следующим – от железнодорожного вокзала. Местимость каждого автобуса составляет 73 человека. Из них 26 посадочных и 46 стоячих мест, а также место для размещения пассажира с ограниченными возможностями. Машины оборудованы системой кондиционирования, в салоне установлены видеокамеры. Все автобусы имеют низкий пол, оснащены электронным маршрутным указателем, а также автоинформатором. В салонах будет работать система безналичной оплаты проезда. Субтитры создавал DimaTorzok